Всем привет дорогие друзья из жарко Алании. Сколько у нас сегодня градусов? 31. Короче, утром я смотрела, в 10 утра было плюс 31. Очень жарко, но мы держимся. В общем, сегодня у нас день, такой небольшой день шоппинга и ремонта телефонов. У Егора сломался экран, мы заказали экран из Китая. Егор, кстати, смотря по ценам, где дешевле отремонтировать телефон? В Турции или в России? В России. В России. Здесь очень дорого, да. Здесь нам предложили мастерскую 400 лир, заказали мы с Китая 200 лир. Но это видишь, за ее стоимость телефона. Дорогой телефон. И есть ли редкая модель? Ну да. Ну да. Ну в общем, мы пришли. Ну это здесь редкая. В России. Ну сейчас они появляются, но редко. В общем, мы пришли, сейчас узнаем, что нам скажут по цене за ремонт. Ну а в общем, стоимость ремонта телефонов, вот я меняла здесь, кстати, себе стекло, еще сенсорный экран. И все это дело, ну, примерно выходит в 70-100 лир, да? Ну, средняя цена ремонта. Это сколько у нас получается? 1700 рублей. Да, где-то 1700 рублей. Ну пойдемте посмотрим, что они нам пишут, да? Ну, поскольку мы заказали этот экран из Китая, работает он или не работает, мы не знаем. Гарантии они, в общем, не дают. Поэтому в 9 вечера будет готово. И там мы уже посмотрим. Де-факто. Посмотреть мне шорты и майку, потому что собираюсь в тренажерный зал начинать ходить. Вот нужно одежку нормальную, удобную купить. Да, Егор записался в тренажерку, поэтому смотрите в следующих выпусках в ближайшее время, как выглядит тренажерный зал. Там очень классный тренер, профессиональный. Ну а сейчас мы идем в магазин. Мы сегодня пойдем в магазин Де-факто. И потом посмотрим, что там есть для спорта. И я покажу вам, кстати, все скидки, потому что лето заканчивает. Сейчас начался сезон скидок. Поэтому я покажу вам, сколько же стоят вещи в Турции в августе месяце. Так, в магазине Де-факто у нас два этажа мужской одежды. На втором этаже мы сейчас попробуем найти непосредственно спортивную одежду. Здесь просто футболочки. Интересно, новый сезон? Вот смотрите, футболочки все со скидками. По 10 лир всего. Классные футболочки. Рубашечки. Почем? 45 лир. В общем, здесь такой очень большой выбор всего. Рубашки. Средняя цена на рубашку у нас 35 лир. Ремни. Ремни. Вот видите, ремни со скидками. Ну, конечно же, это не кожа. И стоят они у нас 20 лир. Какие-то веселые пляжные полотенчики. Бери. Бери три, плати за два. Вот такая вот футболочка. Егор, как тебе такая футболка? 24 лиры. Зато не выстирается. Что-то я не вижу здесь спортивную идею. Смотри, какая классная. А? 24 лир. Ну, это, наверное, еще не распродажа, а новый сезон. Вот смотрите, футболки, какие хотите. Конечно, здесь полный бардак. Все по 10 лир. Маечки всякие разные по 25 лир. Егор, вот спортивная одежда. Егор. Вот это вот уже идет. Вот спортивная одежда. Видишь? Хлопковую не надо. Тебе нужно вот такую вот. А? Вот обычная майка. Так в обычной майке ты вспотеешь? Вот, смотри, вот это вот спортивная. Вот это хорошее для спорта. Вот. Да, в синтетике заниматься. Егор, они не синтетика. Короче, друзья, кто занимается спортом, напишите Егору, почему нужно носить на спорт именно вот такие футболки. Потому что они очень быстро впитывают влагу, и влага очень быстро испаряется. А в хлопке, если ты будешь заниматься, она станет сырой, и ты потом просто тупо заболеешь. Поэтому нужно покупать обязательно. Вот отличная майка. В общем, друзья, Егор, ты пока ищешь, что тебе нужно, а я покажу вам, что еще есть здесь в мужском отделе. Всякая разная обувь у нас здесь. Тоже написано, видите, 2 бери, 3 бери, плати за 2. Ну и посмотрим среднее, ну, 50 лир примерно. Ну, конечно же, это же не кожа. Это не кожа, очень много синтетики. Поэтому кожаную обувь лучше покупать где-то в другом месте. подороже, но по-качественнее. Вот вы видите тоже пола, футболки различные. Все по 20 лир. Так, Егор там у нас что-то еще выбирает. Что-то выбирает. Вот мужские шорты, смотрите. Очень много всяких разных, по 60 лир они у нас. То же самое. Ну, кстати, такие симпатичные. Так, что вам еще показать? Ну, я думаю, что с ценами в мужском отделе, в принципе, все понятно. Футболки от 10 лир, шорты 60 лир, брюки 60 лир. Здесь у нас отдел детской одежды. Кому интересна детская одежда, сделаю более подробно. Здесь везде висят плакаты и стоят плакаты о том, что если вы берете 3, то платите за 2. Вот купальнички эти всякие разные. Кстати, шлепки по 12, купальники по 12. Вот сейчас самое время покупать пляжную одежду на следующий сезон. Потому что все на скидках. Купальники, закрытые купальники. Ну, например, закрытый купальник сколько он? 49 лир всего, видите? Очень, очень хорошая цена. Ну, а теперь давайте пойдем посмотрим детскую одежду. Что же здесь представлено для детей? Вот видите, buy 2, get the 3rd free. Детские купальники. Детские купальники. Слушайте, детские купальники как взрослые прям. 44 лиры вот такие вот для девочек. Шортики. Футболки. Ну, видите, это все при условии того, что при покупке 2 вы платите за... Берете 3, платите 2. 17 лир футболочка стоит. На мужчин 10, на ребенка 17. Обалдеть. Так, всякие детские игрушки, сланцы. От супермена Angry Birds. Они у нас почем? 20 лир. Разнообразная детская обувь. Я не думаю, что она тоже натуральная. Кроссовочки вот такие. Ну, например, кроссовочки. Сколько они? 29 лир. Со скидками рубашки. 24 лир. Вообщем, очень много летней одежды. Покупайте, берите 3, платите за 2. Футболки. Мужские, детские футболки. 12 лир. Отдел для девочек. Платье. 17 лир. Вот такое платьишко. Футболки. 14 лир. Вот такие разные. Ой, смотрите, какие красивые, яркие летние платьица. Тоже 14 лир. Футболочки. Всякие штанишки миленькие. 14 лир. В общем, выбор здесь есть. И как я уже говорила, на последних этажах, обычно, во всех магазинах, есть аутлет, где можно купить одежду с большими скидками. Здесь уже на более взрослых мальчиков одежда. На подростков. Вот видите, тоже для девочек футболки со скидками. 20-20 лир. Штанишки вот такие. В общем, очень много, очень много летней одежды. И все это по скидкам. Вот такие вот милые платьишки. Сколько я даже не платьишки, а 20-25 лет. Друзья, кто понимает детской одежде, расскажите, пожалуйста, почему она стоит намного дороже, ну не намного, но в принципе дороже, чем взрослая. Вот есть джинсы, футболки. Футболки на детей по 14 лир, на мужчин по 10. Для меня это остается загадкой. Расскажите, пожалуйста, почему детская одежда стоит дороже, чем одежда на взрослых. Сейчас мы идем в женский отдел. Покажу вам, что здесь есть интересного. Тоже очень много скидок. Ну, давайте посмотрим. Вот такие вот милые летние кофточки. 50 лет. Обычные футболки. Вот такие вот веселые летние классные, 14 лир. Желтенькие, яркие. 20. По 20 лир. Джинсы. Здесь все по 9. Юбки. Летние юбки. Дальше у нас идут джинсы. Ну, на вскидку посмотрим, сколько. 59 лир. 49 лир. Шорты. Всякие разнообразные. Комбинезоны. 59 лир. Футболочки. Вот какие-то по 7 лир всего. Майки. Рубашки. 20 лир. Летние штанишки. 29 лир. Рубашки. В общем, на лето закупайтесь, закупайтесь зимой. На зиму закупайтесь в конце зимы. Вот какие-то длинные платишки, сарафанчики. Слишком синтетично все это, как в этом летом ходить. Вот какие-то интересные. Смотрите, прям, сколько она стоит. 69 лир. В общем, здесь много всего разного интересного. Цены, я думаю, вы, в принципе, поняли, что почему. Вот здесь по 49 лир скидки на вот такие вот кардиганы. Это или, как даже это назвать, длинные рубашки. Ну, и почем они? 60 лир. Ой, вот такие вот классные. Летом вообще здорово таких ходить. Супер. 49 лир. Я думаю, что поднимемся на последний этаж. На последнем этаже у нас женская одежда. Раньше было утлет, но сейчас вот женская одежда. Блузки. 19 лир написано. Ой, прям синтетика-синтетика. Ой. И упала она у нас. Так, всякие рубашечки. 49 лир. Вот такие прям тоненькие, веселые на лето. Ну, в этот раз, кстати, мне понравился ассортимент. Такой. Вот, видите, на обувь тоже женскую. Бери три, плати за две. Много интересных, таких веселых вещичек здесь. 39 брюки. Летние брюки по 39 лир. Блузки, брюки, очень много разных брюк. Какие-то аксессуары. В общем, я думаю, что по ценам вы, в принципе, понимаете, что здесь. Вот прям тоненькая-тоненькая блузочка на лето. Очень симпатично. В общем, цены, друзья, они 19 лир пола. Футболки пола. В общем, как вы понимаете, цены не особо изменились за такой короткий период. Но можно на скидках найти много чего интересного. Поэтому, как я уже говорила, всем советую летнюю одежду брать в конце лета. Зимнюю одежду брать в конце земной, когда очень большие распродажи и хорошие скидки. Это также касается, конечно же, обуви. Проходим детский отдел. Вот музыка, кстати, которая играет фоном. Когда начинаешь монтировать видео, YouTube, видео пишет, что нарушены авторские права, потому что музыка авторская. Сегодня мы пробуем мятный лимонад. Игорь, как ты лимонад? Я взяла себе кофе. Правда, я уже размешала. В общем, кофе пью я всегда вот таким странным способом. в бумажной кружке с трубкой. Сейчас попробую. Карамельный макеатов. Горь, ты любишь карамельный макеатов? Да я не очень попил. Да, здесь, кстати, здесь больше молока, кстати, кофе-то. Ну, в общем, вкусно. Мы решили передохнуть, а потом поедем еще в один магазинчик. На улице Жараш башка раскалывается. Народу много. Все сидят в кафешках, отдыхают. Суббота. Сколько уже? Пять часов вечера. В общем, мы попили кофе лимонадика. Егор тут нашел такой классный. В Анталии есть знаменитая улица, где висит куча зонтов. Я думал, где она находится. Да-да-да. И Егор нашел эту улицу вот здесь. Вот. Там кафе. Ну, кафе, да. Кафе с кучей зонтиков. Егор, пошли посмотрим. Где это? Вот я вам покажу сейчас. Егор, один зонтик кто-то стырил. Клышь? Кто-то стырил один зонтик. Какой-то черный классный. Само сущий. Егор, кто-то стырил один зонтик. Егор, смотри, телик. Тетёночек маленький. М-м-м. 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 Вот такой вот классный здесь парк кошек, кошачий домик. Там очень много кошек живет. Да, вообще здесь парк живет. Да. Там дальше есть... А, пошли фонтанчик покажем. Там вот дальше, если пройти, прям парк кошек, дом, кошачий дом. И вот этот вот красивый парк, который мы сейчас вам покажем, он находится... Привет, собака! Он находится прямо вот здесь, в центре. Как шумят цикады, просто ужас! А, шуши закладывает! А парк выглядит вот так вот. Там еще есть фонтан. Такие вот красивые цветы. Пальмы здесь. Парк с фонтанчиками. Можно посидеть, отдохнуть в жаркую погоду. Мостик, кстати, здесь есть. Здесь очень красиво фотографироваться, да, Егор? А? Мини-водопад. Почистил, конечно, не полный. Да, грязный? Ну да. Все приходят сюда отдыхать и любоваться. Водопады. Много туристов, кстати, приходит фотографироваться. А, вот здесь, кстати, рыба водят, Егор. Ты видел? Сейчас, если мы ее найдем. Вот здесь была раньше рыба. Есть или нет? Была, была. Вот там вот она была в конце, пошли в конец. Так прохладненько здесь. Очень классно прохладно. А, вот здесь, вон рыба, смотри, красная какая-то. Да? Вот здесь куча рыбы, смотрите. О, большая. Она есть, приходит сюда, наверное. Да, плохие, сядь. А, а потом придем. В общем, вот такой вот здесь классный парк. Прямо в самом центре Алании. Прикольный парк, да, Егор? Да. Кошки, собаки, парки, рыбки. Все, все, вся живность. Вся живность в одном парке. Ну, и здесь, конечно же, на этой улице очень много кафе. Всяких разных. И вот там уже дискотеки. И с той стороны уже идет набережная. Ну, а мы поехали дальше. Мы приехали в магазин Катон. Везде написано, что здесь 70% скидки. Сразу идем в мужской отдел. Смотрите, Егору, шорты. Ой, так в прохладном магазине хорошо. Не жарко. В общем, сейчас посмотрим, что там есть интересного. Егор, смотри, везде написано 70% скидки. Футболки, шорты. Спортивная одежда. Может быть, для спорта тебе вот такие реально купить? Да, жарко. А, да. Вот тут маечки всякие разные. Пиджачочки. Почем? 65. Егор, а тебе не нравятся вот такие футболки? Тебе она просто офигенно пойдет, такой цвет. Слышишь? Да, ну прикольно. Блин, ну тебе розовый. Вот давай просто примерим для этого самого. Я не знаю, что пойдет. Посмотри, как тебе освежает. Кому нравится, ставьте пальчики вверх. Смотри. Да подожди, дай приложить-то, посмотри. Да, да, я сам. Ну. Смотрите, как Егору классный этот цвет. Прям так освежает. Почем? 43 лиры. Слушай, вообще классно. Я тебе говорю, тебе нужно покупать светлые цвета. Типа там, знаешь, розовый какой-нибудь. Такой светло-зеленый, светло-голубой. Да пошли здесь по кругу посмотрим. Вот здесь может быть. Всякие разные. Ой, в Катоне выбор, кстати, намного больше. Посмотрите, сколько джинс. Обалдеть. Всяких разных рубашек. И все по 19 лир, напись? Или от 19? 43. Я думаю, что от 19. Еще на втором этаже, кстати, есть этот. Аутлет. Идем дальше. Ищем шорты. 29 лир. Рубашечки. 20. О, вот такой вот цвет тебе, кстати, тоже пойдет. Офигенно, классно. А? Да. Почем она? Почем эти рубашки? Рубашка 49, 50 лир. А вот и я. В Катоне поинтереснее вещи, да, Егор? Не поинтереснее, а побольше выбора как-то. Что там? Так, Егор нашел какую-то, какую-то военную. А, это типа кофты, да? Ой, смотри, классно. А почем? Давай цена нам сразу. Не знаю, тут две. Две. Первая цена, это. Первая цена, 59,90, это когда плачешь наличкой, а это по кредитной карте. Слушай, она не застегивается. Она как пиджак идет, да? Прикольная. Прикольная, да. А она надежда? Слушайте, в этом сезоне много кофт вот таких без заклепок. Пошли наверх. Джинсы, смотри, по 39. Недорого. В общем, друзья, вывод такой. Егор, а вон какие-то шорты нет? Вывод такой, что... Такой, что здесь выбор побольше. Шорт здесь нет. Шорт нет, но может быть в олтлете есть шорты. А на последнем этаже здесь женский, мужской и детский олтлет. Где скидочки всякие. Сейчас мы глянем. В общем, вот, видите, даже футболки по 9 лир. Какие-то интересные по 20 лир. Что тут есть интересного? Пиджаки. Джемпера. В общем, шорты мы не нашли. Нашли точнее, но не такие, как Егор хочет. А на Ихана не было размера. Последний, там 46-й был. К сожалению, нет. Сейчас поедем в последний магазин. Посмотрим, что тут там есть. Потому что уже, честно говоря, надоело по этим магазам поездить. Ну, друзья, я уже снимаю на телефон, потому что села батарейка на камере. Мы уже купили Егору шорт и футболку. Обязательно, кстати, смотрите наше следующее видео. Подписывайтесь на канал, потому что мы покажем вам, как Егор будет заниматься в тренажерке с персональным тренером. Ну, а сейчас мы уже в магазине BIM и решили вам показать что-нибудь здесь интересненькое. Егор, покажи что-нибудь интересненькое надо. Ну, вот, например, покажи этот чай от травы, который ты хотел купить. В общем, есть вот такая вот штука. Это называется... А, слушай, это даже портакал со вкусом апельсина напиток. Это даже не чай. В общем, Егор захотел купить вот эту вот штуку. Я его отговорила. Сейчас мы лучше пойдем купим яблочный чай в другом магазине. Вот эти вот штучки, видите, это... Фу-фу-фу, как же это по-русски тоже называется? Арахис в соусе. Шоколад. Арахис в соусе. Так, тихо. 200 грамм. Стоит 2,25. Такой мы тоже иногда и здесь. Писташки 200 грамм стоят 8 лир. Но мы их брать не будем. Вообще... А, кстати, слушай, даже у нас... Можно сказать, сколько я обычно... Дешь на рынок, где не покупаешь. Ну. 2 рублей 160, там, 200 грамм. То же самое. То же самое, да? Да. В общем, друзья, сегодня наш шопинг закончен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, задавайте вопросы. Скачивайте приложение. Скачивайте обязательно приложение. Ставьте нам 5 звездочек в Play Market обязательно, если скачивайте. 5 звездочек, да. И пишите классные отзывы, если вам действительно понравится. Но если вам понравится, то не пишите отзывы, а просто 5 звездочек поставьтесь. Да, пишите отзывы в... Будем все раз, чтобы вам понравилось. В самом Play Market, потому что пришел один вопрос, где ставить 5 звезд. 5 звезд вы ставьте прямо в самом Play Market, где скачиваете приложение, там есть, где оставлять отзывы. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию. Начались скидки в магазинах, поэтому обязательно приезжайте. Егор, что-нибудь скажешь? Не, все. Всем пока. Увидимся на выпусках. Счастливо.